Медицинский центр «Призма» Уже, конечно, время прошло, но неважно. Заявление о том, что после тристоронней консультации Украина-Россия и Еврокомиссии по транзиту газа Россия согласилась на контракт по законодательству Европейского Союза. И что Россия готова бронировать определенные мощности украинской газотранспортной системы. И казалось в тот момент, что ничего себе. То есть, наконец-то мы стали договариваться с Россией по главному ключевому вопросу. И вдруг буквально на следующий день прозвучало, что не договорились. И вот я, честно говоря, в этот момент запуталась. Так мы договорились о чем-то или не договорились? А кто сказал, что не договорились? Это была чья цитата? Вот это кто это сказал? Сейчас я вам скажу. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, цитую украинскую, Еврокомиссии с Энергетичного Союза. Да, абсолютно. Дойче Велик. Нет, подписания не ожидалось. То есть, давайте так. В чем был прорыв? Не в европейском контракте, потому что он обсуждался еще в январе. И, в принципе, Нафтогаз давно говорит уже об этом. А Газпром как бы не возражает. Консенсус определен. Нет противления сторон. Но есть нюансы. Вот это ключевый момент. Есть нюансы. Да, вот до этих нюансов, насколько я понимаю, пока не дошли. Но то есть, прорыв переговоров этих состоит в том, что стороны начали говорить друг с другом. То есть, появился диалог. Диалога не было. Вот это самое позитивное. Потому что, честно говоря, я даже этого не ожидал. Я ожидал, что все приедут. Опять каждый будет стоять. То есть, на своем. Газпром на своем. Нафтогаз на своем. Опять Европа будет уговаривать. Да вы же договоритесь. Ну и все. И на этом все закончится. Нет. Потому что была отмечена конструктивность переговоров. То, что стороны сдвинулись с мертвой точки. То есть, передали друг другу свои пожелания. Передали свое видение. То есть, Нафтогаз передал дорожную карту, как будет происходить формирование оператора. Временную. То есть, какие условия они хотели бы. И Кобалев, кстати, озвучил вот эти тарифы, которые они предлагают на транзит. То есть, в зависимости от тех объемов, которые будут прокачиваться. Вот эти цифры пока не обсуждались. То есть, были переданы предложения. Газпром, в свою очередь, передал предложение по поставкам газа на Украину. И как-то вот... Вот давайте вот предложение Газпрома по поставкам газа на Украину. Это вот прямые поставки? Прямые. Вот. Вот это вот важно. Давайте немножко об этом поговорим. Прямой контракт с Газпромом. Ну, давайте просто по переговорам закончим. Да, по переговорам. Вопрос Стокгольма остался завешен. То есть, то, что Газпром хочет урегулировать его во внесудебном порядке все иски. То есть, не только тот печально или славно известный 2,5 миллиарда долларов с премией маме, а именно все иски, которые еще рассматриваются в Стокгольме, были поданы. То есть, за неиспользование ГТС, на разрыв контрактов. Ну, то есть, там есть много и рассмотрение назначено на 2020-2021 год. То есть, вот там договорились договариваться. То есть, его отложили как бы в сторону. Ну, все, разъехались на месяц как бы согласовывать позиции. Теперь давайте по деталям пройдемся все-таки. Мы давно уже говорим, что мы не получаем российского газа. Очевидно, что мы получаем российский газ по реверсу. Но прямых поставок из России, с ваших слов, то, о чем вы говорили. Ну, это не только с моих. Ну, да, не только с ваших. Это по данным таможни тоже. Ну, да, это правда. Да, в этом смысле, как вы считаете, возможен ли сейчас вариант перехода на прямые поставки от Газпрома? Насколько это может понизить цену? Может ли Украина согласиться на это? И как-то будет привязано к этому урегулирование вот тех споров, которые в Стокгольме? Может. Понизить цену может. Но, опять же, это будет увязка. То есть, нельзя, почему, собственно говоря, и Газпром об этом говорит. Я думаю, что я в Нафтогазе это понимаю. То есть, нельзя разделить договор на поставку и договор на транзит. Ну, то есть, как два отдельных, совсем отдельных договора, которые никак не связаны. Потому что абсолютно понятно, условия транзита будут влиять на условия поставки. Вот это будут вещи, вещи взаимосвязанные между собой. Это момент первый. Момент второй, давайте очень четко понимать, что условия, ну, например, девятого года и условия девятнадцатого года, вот уже совершенно другая ситуация и в мире, и на европейском газовом рынке, и в самой Украине. По большому счету, если тогда у нас, скажем, потребление промышленностью было в районе 30, оно снижалось, падало. Но 30 и население потребляло гораздо больше, чем нынешние 10 миллиардов кубометров. То сейчас совершенно другие цифры, совершенно другие правила. Ну, вот совершенно другие, давайте нашим зрителям еще напомним. Не, ну, Европа, да, Европа живет под другим правилом третьего энергопакета, да, там, где идет вот то, о чем говорится, бронирование мощностей. То есть там, где нету вот таких, ну, больше межгосударственных, да, не столько хозяйств, не столько межгосударственных контрактов, когда все это с изрядной долей политики договаривалось, заключалось. То есть чистая экономика. В принципе, кстати, вот возвращаясь к переговорам, потом по заявлениям сторон, и тот же Оржель сказал, то есть что вот они пытаются максимально деполитизировать процессы. Это, кстати, было заметно, потому что сразу стало неинтересно. То есть вот большинству заинтересованных стало неинтересно, потому что политика ушла, пришли как бы, да, ребят, вот ГТС, вот себестоимость, вот тарифы, вот поставки, вот объемы, вот условия. То есть садятся юристы, садятся финансисты, садятся технические специалисты, и начинается обсуждение весьма скучных цифр, там, положений, которые будут вноситься в контракты, условий юридических, все. Ну, то есть вот сенсация закончилась на этом. Если так и будет продолжаться дальше, это, ну, минимальная будет привязка к политической ситуации, я думаю, что мы имеем все шансы до конца года получить договоренность. И на транзит, и на поставку газа, и урегулирование стокгольмского вопроса, если, опять же, ну, нет, не будет, скажем, такой позиции за горло каждой из сторон, да, как, например, Нафтогаз говорит, дайте нам денег. Вот мы по-другому никак, только деньгами. Вот, но это же можно урегулировать и другими вопросами. Это могут быть скидки, это могут быть инвестиции. Скидки на газ? Конечно. Ну, то есть эти 2,5 миллиарда можно конвертировать с большим экономическим эффектом, потому что вы имеете возможность поставить более дешевый энергетический ресурс для своей промышленности, для украинской промышленности. Почему нет? Ну, учитывая, что вы же человек знающий, давайте пойдем немного дальше и подумаем, как может выглядеть этот договор между Украиной и Россией. То есть должны ли мы будем понизить цены на транзит? Возможно ли еще раз там цены на газ, который будет поставляться? Ну, это будет обсуждаться. Безусловно, будет обсуждаться. Где здесь есть возможность для компромисса с обоих сторон? Привязка к тарифам северного потока. Ох, вот это вот давайте об этом. У нас есть, как это любят сейчас, бенчмарк. Не знаю, мы даже такое слово не знаем модного. Маячок. Ну, то есть цена, которая является определяющей для рынка. Да, то есть по ней будут ориентироваться. Вот по тарифам северного потока это 2 доллара за 1000 кубометров на 100 километров пути. Вот от 2 долларов НАК заявил в более высокие тарифы. Сколько? От 2 до 3. То есть там коленда. Вот вокруг этого, ну, это нормально, это правильно. А сейчас сколько? Вы же торгуетесь. Сейчас? Ой, сейчас это привязано к контракту на поставку, на стоимость поставки газа, который не поставляется, но контрактов все равно там формула работает, считается. Сейчас, по-моему, при сегодняшних ценах оно где-то там вот к 2 долларам ближе. Раньше доходило, при высоких ценах доходило до 3. То есть там привязка. Чем дороже цена поставки, тем выше цена транзита. Ну, я думаю, что это сохранится, этот паритет, он как бы будет играть. Где-то так же будут привязывать цену поставки к цене транзита. Ну, вот, с заключением договора по европейским правилам, более того, там же заявление российской стороны было относительно того, что мы готовы дожидать там временной лаг, то есть заключить либо краткосрочное продление краткосрочного действующего контракта, либо доп. соглашения, то есть если Украина не успеет провести процедуры переоформления, то есть оператора по управлению ГТС. Ну, то есть вот прям так вот хочется обнять и плакать. А что-то вдруг к России доброй такой стала я. Поговариваю злые языки, что будет этот газовый вопрос присоединен к вопросу урегулирования на Донбассе. Говорят, что, да, это господин Пристайко, по-моему, заявил, что это бигдел, как он сказал. Да, вот такое большое соглашение. Но если хоть что-нибудь знаете, так тихонечко приподнимите. Я не скажу, вы знаете, я боюсь, что мы находимся в ситуации, когда никто ничего не знает. Это вот мы как в том анекдоте, знаете, ты можешь объяснить, объяснить могу, а вот понять нет. А как сделать нет. Да, а как сделать нет. Вот объяснить могут все. А вот понять, что реально на самом деле происходит, как будет двигаться ситуация по Донбассу. Потому что мы видим даже за последние две недели, да, постоянно вот это вот метание из стороны в сторону. Ну, Штанмайер, не Штанмайер, как бы договариваемся, не договариваемся, едем в пассе, не едем в пассе. Уже не едем. Уже не едем, да. Россия агрессор, Россия не агрессор. Ну, то есть вот есть определение в пиар-технологиях, в политических технологиях и у фотографов, расфокусировка. То есть когда вы с объекта убираете как бы направленность объектива, и вот вы как бы начинаете крутить головой, метаться по сторонам, тем самым уводя внимание с чего-то важного. Вот я как раз думаю, что вот это чего-то важное сейчас и происходит, от чего пытаются отвлечь внимание, причем не только на Украине речь идет, речь идет везде, как бы по всему миру. Никто не видит, никто не может дать четкой оценки происходящему, то есть и спрогнозировать самое главное, как будут развиваться события. Ну, по крайней мере, как маркер газовые переговоры, он был позитивным. То есть я ждал результатов с точки зрения маркера вообще в целом в российско-украинских взаимоотношениях. Он показал, что обмен задержанным, как это формулируют, он явился не временной оттепелью, а что это все-таки уже какой-то процесс. То есть есть уже второй шаг, который показал, что действительно есть потепление в отношениях между Киевом и Москвой. Есть еще одна ключевая фраза, которую, не знаю, вы назовете прорывом или нет, результаты этих газовых переговоров первого этапа или какого-то там этапа. Россия готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы. Вот об этом речь. Давайте, что это такое, что такое бронировать? Означает ли это, что для нас это как бы, ну, залог того, что наша газовая транспортная система не превратится просто в ненужное какое-то приложение, когда Северный поток-2? Или это краткосрочное бронирование? Давайте тут немножко разберем. Давайте начнем сначала. Два вопроса. Она не превратится в металлолом. Начнем с этого. Отлично. Хорошая новость. Да, хорошая новость. В любом случае, это было в фантазии, не знаю, либо, я так понимаю, это была больше политическая позиция. И, в принципе, это было даже видно, вот насколько разошлись сейчас не только, так сказать, с точки зрения конфликта, который возник между руководством Нафтогаза, между господином Коболевым и господином Витренко, а с точки зрения даже оценки произошедшего. Да, если Витренко остался на позициях, будет кризис и все плохо, то Коболев более нейтрально. То есть он сказал, что есть поводы для осторожного оптимизма. То есть это вот на дипломатическом языке, это очень разные оценки произошедшего, даже внутри одной компании. Поэтому есть заинтересованность со стороны европейских стран. Ну, по крайней мере, такую заинтересованность высказывала Италия. Такую заинтересованность было, кстати, очень большое интервью бывшего главы ГАЗ-де-Франс, ныне это компания Энджи. У нас почему-то оно как бы прошло мимо, но я понимаю, у нас и на СМИ забанены в интернете, но ВПН позволяет прочитать. Где было, он прямым текстом говорит, что да, Северный поток-2 это такое, а вот как бы украинский маршрут, он достаточно интересен. Понятно, что там изрядно... Ничего себе, откуда такие заявления? Вот здесь, в паблике, это, к сожалению, не прозвучало совсем, а там такое достаточно жесткое заявление. Ну, мы понимаем, что Северный поток-2 это политический проект, и вообще как бы туда вкладываются деньги, непонятно зачем. А вот мы бы рассматривали вариант работы с украинским маршрутом. То есть, вот вам как бы такой... Ну, от чего он на это сказал вдруг, скажите? Какая подоплека-то этих слов? Ну, подоплека простая, но вот деньги, это заработки, которые можно получать на транзите через украинскую территорию, создав здесь консорцию. Ага, то есть бизнес-изъюжил? Да, конечно, изъюжил, то есть они догорятся. Им нужны гарантии со стороны Газпрома. Вот же ж в этом весь... Я об этом, честно говоря, говорю, начиная с 2014 года, когда были приняты два закона, тогда еще Яценюк, мы здесь вспоминали даже в студии, это когда он требовал, по созданию совместных предприятий по управлению ГТС и по управлению подземными хранилищами газа. Русские не-не-не, только европейские компании, но с 2014 года очередь так и не выстроилась. Не выстроилась ни потому, что неинтересна, ни потому, что нет гарантий со стороны поставщика ресурсов. Не имея таких гарантий, никто в такие проекты не пойдет. Поэтому французы, значит, французы понимают, что будут гарантии со стороны Газпрома, и они готовы в этом участвовать. Речь ведь идет о том, что Северный поток-2 можно загрузить на 100%, а можно на 70%, а можно на 50%. Это же вопрос договоренности. И не только договоренности, что там вот это за решение суда по опалу, если я не ошибаюсь, где там определенное количество можно прокачивать. Там идет борьба, да, это по заявлению Польши, то есть это нарушает европейскую энергетическую солидарность. Просто кроме Газпрома некому пользоваться этим газопроводом, по формальным признакам. То есть формально, да, они должны бронировать только 50%, имеют право бронировать 50% мощностей, то есть использовать. Бронирование и использование, это к тому же вопросу, что значит бронировать. Использовать, то есть я вот, я заказываю там вот такую-то мощность, да, такой объем. Заказ объема называется бронированием согласно третьего энергопакета. Вот в данном случае, что они имеют по опалу бронировать только 50%, речь о 10-12, дополнительных 10-12 миллиардных кубов, которые не пойдут по тому, по северному маршруту и пойдут сюда, либо через Украину, либо через Беларусь. Кстати, не обязательно, что они пойдут через Украину. Вот, а мы-то думали уже. Есть Ямал-Европа, есть белорусская газотранспортная система, то есть есть как бы альтернатива. Более того, Восточная Европа очень активно работает над завершением присоединения ко второй нитке турецкого потока. В Болгарии Саудовская Аравия из российских труб начинает строить газопровод, который будет являться продолжением турецкого потока. Ничего себе! Да, то есть Восточная Европа, клянясь нам и заверяя в любви и дружбе, при этом очень четко блюдет собственные интересы. То есть там и Словакия, там и Болгария, там и Венгрия, там Хорватия, там Сербия. То есть все это будет заканчиваться через Чехию в австрийском Баумгартене. Так что вот тут есть еще и такой нюанс, надо его понимать, это событие, которое будет происходить в следующем году. Это вот уже вот-вот-вот, это не там где-то в далекой перспективе. Речь идет о дополнительных 15 миллиардных кубических метров, 15,8, мощность одной нитки турецкого потока. Вот вам как бы еще один, кстати, об этом никто, заметьте, никто не вспоминает. Ну как-то да. То есть турецкий поток не обсуждается в принципе как таковое. А почему он так вынесет запор? Там интересная такая геополитическая штука получается. Европейский союз реализовывал проект Южного коридора. В проект Южного коридора входил один из элементов, это был трансанаталийский газопровод через Турцию, из Азербайджана через Турцию, по-моему через Грецию в направлении Италии. То есть там вот еще через Адриатическое море, они сейчас достраивают трансадриатическое, он тоже уже 90% готовности. Значит, месторождение Шах-Денис, Шах-Денис-2, консорциум западных компаний, которые добывают там газ. И по идее он должен был поставляться в Турцию и дальше на юг Италии, если я не ошибаюсь. Не хватило ресурсов. На год позже ввели, вот помните, Порошенко ездил еще на открытие трансанаталийского газопровода, рядом с президентом Северного Кипра стоял, такое интересное было фото. Так вот, ввели его на год позже, чем планировали, и объемы там процентов, наверное, на 40 меньше, чем планировалось запустить. То есть там планировалось, что будет транзит 16 миллиардов кубических метров, из них 10 миллиардов для Турции, 6 миллиардов для Европы. Вот 6 миллиардов не хватило, там заявлено только 10. Поэтому я думаю, турецкий поток это ресурсное в том числе, источник ресурса для того, чтобы по схеме замещения закрыть, потому что 15 миллиардов первой нитки турецкого потока пойдут в Турцию. И вот там закрыть, так сказать, за счет турецкого потока, а недостающие объемы, которые по идее должны были идти в Турцию, пойдут в Европу, дабы выполнить свои обязательства, не потерять лицо. Поэтому мы не слышим критики турецкого потока от слова совсем. То есть вот здесь есть такой интересный нюанс. Ну и соответственно, как бы Восточная Европа не будь дураками, как бы активно этим пользуются. Под шумок, тут глядишь и вторая нитка. Причем Болгария там заверила все, все разрешения выданы. После того конфликта с Южным потоком, с остановкой строительства Южного потока, сейчас они пытаются реабилитироваться. Поэтому вот такая вот история происходит. Там, поэтому вот эти дополнительные объемы с опала, возвращаясь на север, возвращаемся, они могут пойти, собственно говоря, и туда. То есть и такой вариант может быть, не сразу. Но давайте очень четко понимать, что горизонты планирования в нефтегазовой отрасли начинаются от 10 лет. Поэтому год ничего. А мы можем планировать сейчас вот от 10 лет? Кстати, интересно. Ну неплохо было бы нам для начала спланировать, что мы хотим, ответить на вопрос ключевой. Мы, как Леонид Данилович спрашивал, мы что строим? Вы скажите, я вам построю. Да, да, это фраза известная. А мы что строим? То есть, судя по бюджету, ничего нового. Ну вот по тому бюджету, который был представлен. А подождем вот сейчас, вот-вот, премьер программу обещался. Как бы за все хорошее против всего плохого, почитаем, посмотрим. Я вообще написал, что у нас как бы с приходом Зеленского сериал «Посмотрим». Это стал политический сериал сезона. Посмотрим, все ждут. Выберут, посмотрим. Примут решение, посмотрим. А, посмотрели. Да, я думаю, бизнес уже посмотрел, обрадовался. Но не весь, не весь. Ну, как бы, не знаю, те люди, которые борются за выживание, то есть, понятно, что большой бизнес не сильно-то переживает. Вот об этом и есть. Более того, он и был лоббистом. То есть, это лоббистские законы, которые принимают сетевые компании, которые принимают транснациональные корпорации в интересах крупных компаний, безусловно. Что маленьких, как бы, начинать с того, что вы давите маленьких, вы выжимаете из них последние соки, это не решение комплексное социально-экономических проблем в стране. Не с этого надо конца начинать. Там у нас есть другой конец, пожирнее. Но вот туда никто не пошел. Ну да, бог с ним. Поэтому у нас нет комплексного видения, как мы будем развивать национальную экономику. Без комплексного видения развития национальной экономики мы с вами не можем говорить о развитии энергетики. То есть, вот если мы с вами у меня, спасибо Цукербергу, напомнил, я постил картинку из энергетической стратегии Украины до 2030 года. Это еще когда попередники, попередники, попередников. Но очень давно это было. Это еще покойная жена господина Плачкова. Она готовила эту энергостратегию, которая была выписана, как и должна быть выписана, энергостратегия с привязкой к макроэкономическим показателям, с тремя сценариями развития событий экономики и, соответственно, с тремя сценариями развития энергетики. Кстати, согласно оптимистическому сценарию, рост ВВП должен был составить 7%. Ничего себе, да. Все, да, просто. Ну, я просто к тому, что потом вот ту цедулку, которую уже принимали, так сказать, наши новые реформаторы, ну, те уже старые реформаторы, в 17-м году за все хорошее против всего плохого, то есть переписали, взяли там европейское энергозаконодательство, переписали там статьи и сказали, мы будем стремиться к этому. Ну, отлично. Экономики там не было вообще, от слова совсем. Поэтому вот самый главный вопрос, если мы хотим, говорим о планировании, то есть планирование должно быть в экономике, стратегическое. Что мы хотим получить в результате, какими средствами мы планируем это получить, и, соответственно, то есть уже тогда под эти средства мы понимаем, что нам нужно из ресурсов. Тогда мы можем с вами говорить об энергетике. Какая энергетика, да, то есть какие виды ресурсов мы планируем, почему будет, какой баланс будет, с чего у нас будет, там, с газом, с углем, с электроэнергией, с солнышком, с ветром, там, с биоэнергетикой, там, с гидроэнергетикой. То есть вот эти вот все вещи, они же в балансе, ну, хотя бы в прогнозном варианте. Я не говорю, чтобы это реализовать, но просто написать, чтобы это, ну, как план развития, понимание, да, как будет развиваться. Вот это вот. Поэтому мы с вами сейчас, в лучшем случае, на год вперед можем спрогнозировать. А вот если удастся вернуть Донбасс и все-таки оккупированные территории возвращаются в состав Украины, это другие вызовы перед украинской энергетикой? Так это перед всем, ну, перед всей властью вызов, потому что вам с этой территории нужно что-то делать. Ну, давайте представим, мы там урегулировали гуманитарку, сняли гуманитарный вопрос, все братаются, целуются, все хорошо, как бы там конфликта нету, да. Ну, да. Да, мы поняли. Сложно представить, но представили. Представили, убрали за скобки, то есть смотрим чистую экономику, то есть сколько денег нужно будет лошадь в восстановление. И стоит ли восстанавливать, или дешевле будет построить вообще с нуля. При какой, опять же, экономической политике это будет происходить глобально и украинской. Потому что инвесторы разворачиваются и уходят. Мы сейчас Клондайк для спекулянтов. Вы имеете в виду ОВГЗ? Да. Спекулятивные горячие деньги, которые вот курс вам, потому что гривну на доллар надо поменять. То есть это для них такой курс? Ну, конечно. Подождите, мы думали, это все для нас. Как это для них? Сейчас, сейчас, ну, у вас зашло полтора миллиарда горячих денег. Там в восемь раз больше, чем в прошлом году. То есть люди начинают фиксировать прибыль, начинают выходить. Они выходят, естественно, с дополнительного, еще 4 гривны, да, вот от того курса, что был 28-27, да, 3-4 гривны дополнительно вы получаете прибыль. Помимо процентов, которые вы получили. При том, что там Европа работает с отрицательной рентабельностью, а здесь у вас 17% в валюте, ну, это же как бы, а еще как бы курсовая разница. Вот вы... Клондайк. То есть страна дураков. Ну, правда, ну, а как? Ну, если вы спекулятивный капитал, называете приходом иностранного инвестора. Ну, все. Мы можем вот здесь дискуссию об экономике вот тут и закончить. На этой фразе. Подождите, но мы же новенького ничего не брали. У нас же это все старенькое. Мы хотим новенького еще взять. Мы, смотри, старенькое мы в этом году, слава тебе, Господи, отдали. Вот. Вот. Все. В этом году рассчитали. В следующем году, по-моему, опять 4 миллиарда мы должны старенького долларов отдать. Вот. Только по ВГЗ вы имеете в виду? Нет. Там и в МВФ я имею в виду. А, при МВФ, да. Потому что тут же мы по ВГЗ. Нет, в ВГЗ полтора. Вот эти полтора, то есть с ними, ну, они что же там? Там же не сразу пойдет выход. Хотя я не исключаю, что если, допустим, поскольку мы же не очень самостоятельны в геополитических раскладах. И если вдруг мы что-то не то сделаем, то, вы же понимаете, качнуть экономическую ситуацию, это вот щелчок пальцев и нажатие клавиши на компьютере. И на следующий день здесь все посыпалось. Так что не позавиду. Здесь Зеленскому я не завидую, правда. Он находится на такой растяжке, на которой, ну, наверное, даже Янукович не стоял. Это все гораздо серьезнее. Поэтому мы с вами говорим о том, готово ли новое правительство и новая власть вообще заниматься собственно, правильной экономикой, то есть вопросами развития промышленности, реального сектора, обрабатывающих. Потому что пока я вижу дискуссию только вокруг продажи земли. Да. Как основного драйвера, так сказать, роста ВВП. Ну да. Ну, так ВВП не растят. Он быстренько загнется у вас, как бы при таких. Вот. То есть если вы говорите, комплексное решение, когда вы там даете право использование земли с четко понимаемыми правилами, и второе, экономическими обязательствами с точки зрения создания перерабатывающей промышленности. Или вы и дальше собираетесь сырье экспортировать. Ну. Вы собираетесь сырье экспортировать. Быстро, удобно. Сейчас это происходит. Да, но недолго. Ну, в масштабах развития страны. Это недолго. Валентин, хочу вернуть вас к интересной истории, которая там на Ближнем Востоке в связи с дронами произошла. Потому что интересно, как это может вообще повлиять на мировую конъюнктуру. Уже там же вплоть до какой-то войны, которая может начаться на Ближнем Востоке. Заговорили о том, что Саудит уже открыто объявил, обвинили Иран в том, что, собственно говоря, он-то все это и сделал. Как вы думаете, как вот эта ситуация на Ближнем Востоке может развиваться? Как повлияет на цены? Как отразится на Украине? Да, посмотрим на американский выбор. Да и будем оценивать, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Даже не знаю, сейчас о чем вы говорите. Качнут ее или не качнут, там, чтобы, условно говоря, лечь от Байдена. Ну, классика жанра. А, кстати, нашего любимого нарастающего коррупционного скандала очередного с участием Украины. То есть доверяют нам, не доверяют. Коррупция тут или не коррупция. Ну, поэтому качнуть ситуацию. Ну, то есть Ближний Восток это всегда та карта, которую качают для того, чтобы отвлечь внимание от чего-то происходящее внутри Соединенных Штатов. Но от выборов-то особенно не качнешь. Так, чтобы от выборов американских отвечать, надо так качнуть. Ну, постараюсь, постараюсь. Что-то придумают более креативное. Охватит весь Ближний Восток. Эх, цинично, вы думаете вот о политике. А политика циничная штука, она не терпит сантиментов, к сожалению. Это мы с вами можем туда, вот как бы, как же ж там, вот, а это ж, это ж не по-человечески, не по-людски. Я вас умоляю. А вот, с экономической, для нас пока это не несет никаких там существенных рисков. как для европейцев, потому что мы больше завязаны на европейский рынок, мы больше завязаны на российский рынок, если мы говорим о нефтепродуктах, потому что нефть мы все равно практически не покупаем. Поэтому пока там колебаний особых не наблюдаются. У нас есть свои внутренние проблемы, то есть, которые могут повлиять на рынок. Ну, например, давайте тогда сразу их вспомним. Вот, как бы, на коне, так сказать, вскочил господин Герус, бывший, так сказать, мой коллега-эксперт, эксперт по энергетике, ныне глава комитета ТЭКовского, вот, и с шаблей как махнул и говорит, а вот ведем мы пошлины на российский дизель, много его у нас, да, и идет он как-то неправильно, по трубе сильно много зарабатывает. Вот. Ну, и сделал это как раз в разгар сезона. То есть, естественно, это не дало, вот, это к вашему вопросу, в том числе, по Саудовскараве, то есть, вдруг, вот раз, ничего не произошло, вроде бы. Вот, но эти же внутренние шестеренки, они же по-своему закрутились, Россия просто остановила поставки дизеля, а это, извините, меня ни много ни мало, российский дизель занимает 45% украинского рынка. Подожди, как, на сегодня не поставляют россиянам? Ну, вот, по трубе перестало, ну, то есть, это порядка 20, 20-25% от рынка, то есть, ну, перестало попадать. Трейдеры сориентировались, хотя, ну, желательно было людей вообще предупредить о таких вещах, как-то вот, заранее бы говорят. Вот, мы будем вводить пошлины, да, будьте любезны, то есть, для вас экономически будет целесообразно, пригоните в морем танкера, как бы, заместить недостающий объем. Окей, ну, сориентировался бизнес, танкера пришли. Укрзалезный нет подвижного состава. Ну, это старая, да, история с Укрзалезным. Какие-то постоянные там судебно-коррупционные скандалы с проверяющими органами на перевалке. В Херсоне скандалы, в Николаеве скандалы, в Одессе скандалы. Тут еще один мой коллега, Сережа Хуин, он просто более предметно занимается рынком нефтепродуктов, он отслеживает эту ситуацию, ну, и регулярно, как бы, сигнализирует о происходящем. Тут же начались проблемы. Укрзалезный вместо 60 тысяч тонн, которые пришли и должны были зайти на рынок, говорит, а мы только 16 можем тысяч тонн перевести, а вот дальше цистернов у нас нет. Ну, в общем, бардак, как всегда. Поэтому сейчас прогноз по дизелю, бензина, слава богу, это не коснулось, а прогноз по дизелю будет дорожать, то есть он будет двигаться в цене и возможно возникновение локальных дефицитов. То есть не до всех может дойти, не всем хватит. У ребят, экспертов рынка, как бы, один простой вопрос, вот зачем это было делать в разгар сезона? Более того, ну, нету такого основания для введения с пошлин как вид доставки. Ну, что к трубе прицепились, понятно. Чей-то бизнес тоже все, все как бы в курсе. Нет, не все. И не все. Скажем так, он близкий к очень, к очень известному одному из лидеров оппозиционного движения в Украине. Назовем это. Так, то есть реакция была понятна. Но, одно дело, вы решаете свои политические задачи, но сделайте, пожалуйста, это так, чтобы это не убивало, как бы, в то же время, тут же не било по сектору и по потребителям. Это же в конечном итоге ударит по потребителям, и потребители вынуждены будут заплатить. Вот. Вот эта ситуация сейчас внутри. Со всем остальным, слава богу, ну, то есть гривна держится, цены держатся, даже где-то они там поджимаются немножко на стеллах. Вот. Или, возможно, если было подорожание, то оно было отложено за счет удержания курса. Поэтому с дизелем, ну, с бензином пока нормально, с дизелем, вот вопрос, это вот сейчас, конец сентября, начало октября, мы увидим, как будет развиваться, развиваться ситуация дальше на рынке. Потому что здесь, где Саудовская Аравия, где мы, то есть до нас это, если докатиться, но не сейчас, так точно. Ну, и тогда, вот любимая же наша тема приближается отопительный сезон. Да и заморозки вот уже намекают на то, что пора бы. Что с отопительным сезоном? Как мы входим? Кто-то тут злые языки поговаривали, что может быть проблема в Киеве с отоплением. Я читала уже. Не, не поговаривали, там заявление на автогаза было. Ну, вот расскажите, что отопительный сезон. Не, оно не требует вернуть долги. Как-то оптимистично об этом говорить, не знаю. Ну, старая песня. Теплокоммунэнерго гасится за счет местных бюджетов. Неисчерпаемая тема для работы. Они всем дружно разослали предупреждение, что, мол, или рассчитывайтесь, или не получите лимиты на прохождение отопительного сезона. Вот. Все это затихло. Я не слышал, как бы, ни громких заявлений со стороны политиков, ни со стороны, там, Киевсовета или КГГА. Ничего. Тишина. Все молчат, все хорошо. Но все хорошо. Переживать-то, ну, в этом плане. Не стоит насчет готовности. По газу у нас все хорошо, то есть, накачали. Дальше, опять же, вернемся. Смотри, пункт первый, переговоры. Войдем в кризис, не войдем в кризис. По тарифам сложилась очень интересная ситуация. Вот, давайте это же. Она действительно очень интересная. как бы, она необычна за все время, что мы здесь обсуждаем. Вот. Она трансформировала весьма интересно. То есть, во-первых, НАК вышел, как мы и прогнозировали. Да, мы здесь предлагали господину Коболеву в июне это было. Вот, в августе он созрел. Говорит, да, покупай, мы продадим. Сейчас продадим на зиму. Я помню, вы говорили, что я бы с удовольствием сейчас понесли. Вот они говорят, да, мы готовы продать. Правда, там вот там КУ сказал, что, ну, как обычно, любую замечательную идею могут превратить в профанацию. Ну, так и здесь. Ну, во-первых, там мелким шрифтом, как бы, условия договора могут быть изменены. Антимонопольный комитет усмотрел, говорит, проблема в чем? Если вдруг так произойдет, что тарифы окажутся ниже, чем вы себе купили страховой запас, то есть вы должны будете заплатить за те объемы, которые вы зимой потребили, а деньги вам вернутся. Но потом, после отопительного сезона, или если тарифы поднимутся, вы сможете использовать вот этот вот страховой запас. Ну, то есть вот, дьявол в деталях, да, хорошая идея, правильная идея. Но поскольку, как бы, у нас никаких, вот, к сожалению, на горизонте никаких экономических улучшений нету, что можно сделать на сегодняшний момент? Это было правильно. Ну, то есть вот мы сейчас отбросим весь этот либерализм, да, и либертарианство нашего нового правительства. Что по-хорошему могло сделать государство? Ну, мы можем это отбросить? Да, мы можем это отбросить. Нет, нет, это в рамках. Ну, то есть можно зависеть, как далеко бросать. Давайте начнем. Если недалеко отбросить, то выходит следующим образом. Представь говорит, мы принимаем постановление, как это делало до этого председателя Гройсмана. Та же самая история, спецобязательства, потому что Нафтогаз формально, по сути дела, этой акцией подтвердил наличие ресурса, который он может продать по цене там условно 6,5 тысяч гривен, ну, совсем, я имею в виду, с налогами, с транспортом. Можно я для себя вот проясню и для наших зрителей? Это означает, что ведь когда отопительный сезон, цена растет. Поэтому если по августовской цене, то она ниже, чем, например, фиксируем. Вы на полгода можете зафиксировать эту цену и вот полгода принимать решение, думать, варианты, просчитывать, обсуждать, считать, ну, то есть, как угодно, чтобы, например, там, к весне, к апрелю месяцу выйти уже с каким-то понимаемым решением, как дальше будет функционировать рынок, как вы будете формировать цену, как это должно, что у нас будет там с собственной добычей, что у нас будет с контрактами с Российской Федерацией. Ну, то есть, у вас есть, вы перестанете взбадривать население, то есть, что же там зимой, как, ну, 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 смотрите, ведь, наше домохозяйство, наша семья, да, любая семья, это такое маленькое себе предприятие, где каждый рассчитывает свой личный семейный бюджет, и если вас постоянно держат вот в подвешенном состоянии, то есть, там, раз, там, скаканет, или там, например, с теми же тарифами на тепло, они же посчитаны по цене старой, не 6,5 тысяч, а 8,5 тысяч. Ага, то есть, можно понизить, да ладно, неужели так повезет? Ну, вот, если, опять же, Кабмин принимает эту постанову, значит, абсолютно спокойно НКР может сказать, ребят, исходя из постановления Кабмина, мы фиксируем, как бы, исходя из цены газа, не 8,5, а 6,5. Это, кстати, хорошая новость. Никакие, ну, это пока она, так сказать, в форме рассуждения, рассуждения, да, эфемерная, то есть такая, вот, мы придумали. Но идея-то неплохая. идея неплохая. То есть, что можно, ну, вот Кучеренко предложил замечательную идею, потому что, давайте, смотрите, вот он посчитал, абсолютно, у нас же есть там, по Тимошенко, да, по иску Тимошенко есть решение суда, там нужно определить еще с 16-го года экономически обоснованную цену. Там, Бойко тот же самый, Тимошенко, они подавали там, по-моему, 6 или 8 законопроектов, которыми, как бы, определиться по, по тарифам, вышел, давайте, вот я посчитал, да, исходя там, из собственной добычи, исходя там, из стоимости импортного газа, то, вот о чем говорилось перед этим, плюс, туда мы добавляем, то есть, мы увеличиваем маржу облгазов, которые тоже волком воют, и вот они были, на прошлой неделе, говорят, вопрос очень простой, мы людям не можем заплатить, ну, то есть, мы ограничены тарифной сеткой, которая установлена на НКРКП, а по тарифной сетке человек получает 5 тысяч, мы им пообещали, что в октябре вопрос будет решен, зарплата будет поднята, если вопрос не будет решен, то мы, как бы, а что нам остается делать, то есть, это тоже ложится в вопрос тарифообразования, определенный, если как минимум, идти в этой логике, то, те же самые былгазы, получают возможность сказать, ребят, смотрите, вот у нас есть договоренности с правительством, что там условно говоря, ну, полгода потерпите, а там, с марта месяца, цена или там, с апреля, ржа расти, и вы будете иметь возможность получить большую зарплату, ну, вот это прогнозирование и планирование, да, даже на самом таком низовом уровне, потому что они говорят, у нас люди готовы увольняться, люди будут уходить, их в Польше ждут с распростертыми объятиями, потому что Польша газифицируется, им специалисты нужны, а наши специалисты, да, на ура, на ура подходят, люди, как бы, а вот, то есть, Кучеренко забил туда даже, вот, при всей его любви к Фирташу, он забил как раз тот тариф, который там гривну 20, о котором говорят у Болгаза против сегодняшнего там 57 копеек, почти в два раза больше, плюс он даже туда положил еще какой-то небольшой налог на коммуналку, на восстановление коммунальной инфраструктуры, ну, и что же у него получилось? Нет, у него получилось 5200, у него, как-то он так хорошо посчитал, он все хорошо посчитал, у него получилось 5200, но это без премий маме, у Коболева, нет, нет, без этого нельзя, вот, если без премий, в государственных интересах можно сделать 5200, я же почему говорю, что вот, ну, это мы уже либертарианство совсем далеко выкинули, то есть, вот, это уже следующий шаг, а если вот близенько, то близенько, вот я говорю, решение, которое 6500, которое, ну, это 6500 среднее, потому что тут сейчас зависит от области, у нас же по областям тарифы плавающие, то есть, на самый низкий в Киеве 6,12, 6 гривен, 12 копеек за куб, самый дорогой 6,70 с копейками в Николаеве, а почему так получается? протяженность сетей, то есть, у вас, как бы, количество абонентов на трубе, условно говоря, чем больше абонентов, короче сеть, тем меньше затрат, чем длиннее, меньше абонентов, больше затрат, и, соответственно, там растет, это тоже, это пробел в законодательстве, и тот же самый вопрос, который там, вот, очень часто задают зимние коэффициенты, вот эти, вот, которые считают, тоже это должно урегулировать, это можно урегулировать, так, чтобы перестать опять взбадривать население, потому что, по сути, это был конфликт между газами НКРА и нафтогазом, то есть, как считать, то есть, так считать или так, ну, то есть, свои нюансы, которые опять ложились в конечном итоге на плечи потребителей, вот как с Дизелем, ну, вот так и здесь, ну, вот, ждем, посмотрим, наш любимый сериал, готово ли правительство пойти, ведь, по-хорошему, отучим, по-буду, это вещи, которые будут давать только позитив новоизбранному президенту, они не будут давать негатив в международном плане, ну, вот эти, как минимум, оперативные решения. вот, давайте к этому вернемся, все-таки, будет вряд ли международный валютный фонд, отчих денег мы ожидаем согласиться на какую-то как это не собачьи, во-первых, это не собачье дело международного валютного фонда, тарифы, тарифы вообще, это не, но он же всегда говорил о повышении цены. Он начал говорить это после того, как мудрый руководитель, мудрый премьер-министр и нынешний, все еще здравствующий, все еще руководящий, дай бог им здоровья, Коболев и Витренко, рассказали международному валютному фонду, что они будут стабилизировать ситуацию макрофинансовую в стране и в Нак-Нафтогазе за счет поднятия тарифов. Вот тогда пункт с тарифами ввалился в меморандум. Это было в первый раз в 2015 году. До этого тарифов там не было. И не должно было быть в принципе и в 2015 году. Вот тогда он там и появился. А тут уж как бы, ребята, извините. Вот сейчас будут новые договоренности, новая программа, новый меморандум. Не вносите тарифы туда. То есть есть шанс не вносить? Ну, просто шанс. Ведь Украина, это же не МВФ спускает сверху цедулку, а это Украина готовит документ, который отправляет МВФ. Вот же разница в чем. То есть когда вот наши политики любили вот предыдущего созыва, да, депутаты, или там правительство, от нас МВФ требует. Не-не-не, ребят, это вы МВФу пообещали и подписали. А МВФ требует выполнить обещанное. Поэтому не надо путать как бы, кто кому должен, кто кому Рабинович. То есть вы пообещали МВФ, а не МВФ от вас потребовал. Вот в данном случае не обещайте это МВФ. Вы скажите, да, мы фиксируем рыночную цену. Это не приведет к убыткам Накнафтогаз Украины. Это не приведет, потому что Накнафтогаз говорит, я могу, я молодец. Кобалев говорит, 25 тысяч кубов. Кому? Налетай, подешевело, в одни руки, отдаю. Пога в густавской цене, бери. Но у нас же остаются еще люди, которые субсидии получают. И теплокоммулятор. И их немало, кстати. И их немало. То есть дискриминация. И хорошо. Давайте вот, почему же я говорю, постанову кабина. Давайте, чтобы всем было хорошо. А не отдельно. Я могу себе позволить, допустим, купить этот объем. Денег одолжить и куплю, потому что я понимаю, что да, это в какой-то мере. А вот та бабушка, которая палит, у которой котел стоит, с КПД 12%, у нее все в трубу летит. Она просто по определению не может. Энергоэффективность даже трогать не будем, это еще на час времени разговора. Да, это отдельный разговор, надо. Это, кстати, тоже тот момент, который должен быть учтен в энергостратегии и в развитии экономики государства, как один из очень важных элементов. Поэтому вот постановлением кабина это все решается, с МВФ договаривается, объясняется, с Европой решается. Говорится, ребят, вот мы выходим на доступный уровень тарифа. Почему? Потому что это позволит снизить уровень субсидий. Если мы с вами говорим сейчас, что мы снизим до 5, например, ну пусть с половиной даже тысяч, то есть, соответственно, мы там как минимум процентов на 30, а то и больше, сможем сократить и количество получающих субсидий и субсидий в бюджете. Потому что люди, в принципе, смогут оплачивать это самостоятельно. Но мы, по-моему, уже на следующий год и так сократили количество субсидий. Но там на 8, вот тоже у меня интересный вопрос, на 8 миллиардов субсидий сократили, а Герус говорил о том, что они на миллион домохозяйств добавят. Ну вот да, это тоже я читала. Тогда в этой логике получается, да, дадут всем, но немного. Ну то есть, ну а как? Всего всем не хватит, потому что всех много, всего мало. Поэтому будут делить как бы между всем. Ну а я не вижу другой логики. Потому что они будут сокращать социальные нормы и, соответственно, выплаты, по которым будут перекрываться субсидии. Все. Вот таким образом будут выходить и субсидионки. Поэтому вот у нас на сегодняшний день, вот к этому отопительному сезону, сложилась очень интересная, очень необычная ситуация, когда правительство может принять такой, ну как бы популистический, с одной стороны, принять такое решение, но которое, то есть это популизм, будет в классической логике римской политики. То есть когда не просто чтобы понравиться электорату, а еще экономически принять решение, которое экономически обосновано. Вот парадокс. Но это если мы, как вы сказали, отложим в сторону либеральные взгляды, либертарианство, а если не откладывать? Тогда сдохните. Потому что эти ребята будут... Это слишком оптимистично. Не, ну правда. Вот с их подходами, я же не случайно там фискальную политику вспомнил, там или вспомнил, можно вспомнить из вот этих последних законопроектов. Вдруг откуда ни возьмись, мы защитили права полупроводников. Ура. В смысле права? В прямом. Принят законопроект был в двух чтениях про полупроводники. Как один из первоочередных и неотложных поданных администрации президента. Посмотрите. Да, это прекрасно. Или отменены ПАИ, например, в инфраструктуру города, которые платили застройщики. Это же тоже, мы же помним, в требованиях Разумкова, которые население выдвигало будущей власти, были полупроводники, ПАИ, кассовые аппараты. Да, это же первоочередные были требования. Там где-то на 18 месте был Донбасс, на 21 тарифы, а главное же это же полупроводники были. Ну вот в такой логике они идут непонятно. не понимая, какой результат они получат в конечном итоге, что их вынесут гораздо быстрее, чем вынесли даже Виктор Федорович. Люди доведены до точки сборки, для них они уже прекрасны, для них власть не сакральна. А нынешняя так и подала. Я бы не рисковал на их месте. То есть я бы старался максимально принимать компромиссные решения, которые позволят действительно проходить между, с одной стороны, требованиями международных финансовых организаций, потому что понятно, вы не сможете стартовать как бы с того дна, на котором стоите, без их поддержки. Но с другой стороны, это должны быть решения, которые будут минимизировать участие этих международных финансовых организаций в дальнейшем в жизни страны, в первую очередь в ее экономике. Это в классическом варианте оптимистическом сценарии. А так, либертарианский, то это да, все на откуп частникам. А частник, у него же как бы сантиментов особо нет. А как же там конкуренция, рынок все регулирует? Или выметайся. Ну, мы с ними разные книжки читали, видимо, потому что ни один здравомыслящий экономист вам не скажет, который переживает за развитие экономики страны, что ни одну страну мира свободный рынок глобальный и либеральная модель еще не привели к процветанию. Не говоря уже там о сверхаграрных державах. Антиаграрный сектор без промышленности это ноль без палочки. То есть он будет наоборот загибаться. Ну, либо будет требовать с каждым годом все больших дотаций со стороны государства. Он не станет локомотивом роста по определению. Ну, так исторически сложилось за последние 500 в лет Европе. Может мы что-то докажем Европе свой новый путь, но вот пока ни одна из ныне процветающих стран не являлась аграрной впоследствии ставшей лидером или процветающим крупной страной. Нет, все шли с точки зрения реальной. Почему же я говорю реальный сектор? Слово промышленность пока у премьера звучит только в контексте угольной и то номинально. Другого слова промышленности я от него не слышал. Мы слышали все что угодно кредиты, инновации, диджитализации, все очень красиво, но вот все что касалось реального сектора я так и не услышал. Ну, Валентин, верну тогда вас к реальному сектору, потому что вопрос интересный, и в том числе и к угольной угольной отрасли тоже ведь поговаривают, что в Украине все в таком состоянии находится, что может быть уже и нет смысла поднимать некоторые угрозы. Добивают, конечно, добивают. как вот Насалик, последнее решение правительства относительно угольной отрасли было еще при Насалике. В 2017 году был принят концепт очередной, вот сейчас боюсь соврать, то ли реорганизации, то ли реструктуризации. Так есть на сайте Кабмина этот документ, вот где планировалось вот к концу этого года добывать на государственных шахтах 10 миллионов тонн. Буквально вчера на эфире звонила слушательница из Червонограда говорит, там не платят зарплату мужу, что делать, вот сидят люди без зарплаты. Значит, они к концу года, дай бог, чтобы дотянули до 4 миллионов тонн, согласно данным статистике, с зарплатами проблемы, дотации от государства нету, то есть государство не заинтересовано. И я могу привести, это очень простая логика, которую презентовал господин Фаворов это глава газового дивизиона, это очень интересный персонаж в газовом секторе, он в свое время был коммерческим директором компании ДТЭК, потом он занялся поставками газа сюда в Украину, очень успешно, ну когда вот реверс пошел, 15-16 год, и вот его заметили в Нафтогазе, он стал главой газового, он отвечает за весь газовый бизнес в Нафтогазе, Андрей Фаворов. Вот он презентовал новую стратегию не утвержденную Кабинетом Министров, в Найке не обращают внимания на такие мелочи, где очень четко показал, смотрите, это же ловкость бухгалтерии, финансовых рук невидимых, он говорит, раз, и себестоимость украинского газа поднялась до 300 долларов, а тут цена на европейский газ летом 4,5. Вам, как неискушенному слушателю, говорят, ну 8 тысяч, это же дорого, а 4,5, бешево. Ну да, как-то так. Зачем нам добывать свой газ, если так дорого? Ну справедливо, мудрый человек. Давай лучше покупать. Да. Вот я боюсь, что угольная отрасль та же самая история. Зачем субсидировать собственную добывающую отрасль, когда, в принципе, мы можем там, ну в России купить, например, тот же уголь. Ну вот сейчас там, тоже во Львовской области бегают эти партизаны, снова блокируют, только уже коксующийся уголь чем не угодил. Мы всю жизнь коксующийся уголь возили из России. До войны, после войны, но не работает наша металлургия, у нас нет практически коксующегося угля. На Донбассе были, да, какие-то там? Процентов 10 там добывали, а 90 шло с Российской Федерацией. То есть вы, вы за что сейчас боретесь? Вот как бы, во имя чего? То есть вы там Ахметову решили пакость сделать? Ну, ну тогда, как бы, ладно, так и скажите. Мы не любим Ахметова, то есть не надо только прикрываться тогда патриотизмом там и прочими вещами. вот к сожалению, у нас в угольной отрасли вот такая вот история. Частная, да, ДТЭК добывает, у него все хорошо, он туда вкладывается, развивает шахты, плюс у него там, в Российской Федерации, в Белгородской области там есть свои, свои выкупленные шахты, то есть там все идет нормально, они практически закрывают угольный баланс своей добычей. Все остальное будем импортировать, а что? Вот, это то, что меня пугает, вот то, о чем я говорю, о реальном секторе, в том числе и об угольном, потому что уголь, добыча собственного угля, это собственные обогатительные комбинаты. Ну, это очевидно, это весь технологический процесс. Конечно, весь технологический процесс, это рабочие места, это инфраструктура, это города, ну, то есть дальше это все цепляется одно за другой, начинает выстраиваться то, что называется, собственно говоря, реальным сектором. Ну, подождите, давайте по-другому посмотрим, а может действительно уже шахты в таком состоянии находятся, что уже проще там, я не знаю, как Тэтчер тогда, все закрыть, устроить, я не знаю, переобучение этих шахтеров и так далее. Да, а вот мы их куда пошлем? Ну, вот это хорошее вопрос. Вот же в чем проблема. Ладно бы, хорошо, мы можем пойти по опыту, кстати, в Германии шахта последняя закрыта, она в прошлом году, согласно вот этой программе закрытия шахта, так что там все это не так просто и так быстро там вот. Долгий был. Да, это был долгий процесс. Не-не-не-не-не, это был долгий процесс, да, они вышли как бы из этой всей истории, но потихоньку, то есть неспокойно, для того, чтобы не создавать как бы проблем. А Тэтчер, она вообще, как вы извините меня, ее очень мало интересовало, не то, что, ну, сказать, не пролетариат, ее средний класс не особо волновал. Ну, то есть политика Тэтчеризма, которой все так восхищаются. Так вы же посмотрите на экономические результаты, то есть у них промышленный сектор полностью сжался. Они же переориентировались с производства ВВП в производстве на финансовые услуги. То есть они заместили долю финансовых услуг в валовом внутреннем продукте, увеличив ее. Так они имели для этого все, так сказать, предпосылки. Хотя вот сейчас они начинают чувствовать, начинают откашлять, уже британские. С Brexit, да? Да, британские экономисты говорят, ну, как же ж, вот было принято такое решение, это неправильно, потому что они снова возвращаются к тому, от чего нас все отговаривают, рассказывая про либертарианство. Они снова возвращаются к реальному сектору, о чем Трамп говорит. Что производство должно находиться в стране, что вы должны давать рабочие места своим гражданам. То есть понятно, у него там есть перегибы, как бы, но логика абсолютно верная, само направление мысли. То есть механика реализации, она обсуждается. Вот, условия реализации. Поэтому вот с шахтерами у нас та же самая история. Ну, хорошо, 70 тысяч человек. Да, революцию можно сделать с таким количеством. У нас на сегодня, да, 70 тысяч? Ну, вот в государственном, в государственном секторе 70 тысяч человек. Вы с ними что собираетесь делать? Это серьезнейший вопрос, как бы, ну, вот вызовы, да, какие вот-вот вызовы стоят. А так это же не Восток. Это Львовско-Волынский, как бы, не самый богатый регион, да, как бы, где вот эти шахты, по сути, являются градообразующими предприятиями, которые кормят все семьи, живущие там. Так все можно сказать, что убыточно. Можно сказать, что у нас ГТС, как бы, а что там, что там, что ее ремонтировать? Хай ржавеет. С добычей то же самое, та же самая история. Ну, ко всему можно под... Зачем нам металлургия? Он, в китайском, к металлу у них экономический рост провисает. Надо помочь Китаю, давайте у них покупать. Ну, то есть, можно же и так подходить, не вопрос. Валентин, если мы вернем, сможем вернуть все оккупированные территории, то те шахты, которые есть, мне еще что-то вам известно об этом? Никто не скажет, там более 50 шахт, что с ними происходит, насколько они живые, что с ними, как с ними. Они же антрацитные, да? Антрацитовая группа, на каких условиях они будут возвращаться, ведь они же национализированы, там по этим, не знаю, как они могли, ну, ну, хорошо назовем национализацию. ЛДНР-овская национализация, хотя по факту уже не принадлежали ДТЭКу. Вот, как будет происходить процесс возврата собственности, да, на каких условиях, то есть, кто будет компенсировать убытки. Вот там, почему же я говорю, что если мы, вот даже, сняв гуманитарный вопрос, посчитаем просто экономику, там будут очень серьезные проблемы относительно восстановления Донбасса. Значит, соответственно, смотри пункт первый. Нам нужно понимать, каким образом будет развиваться экономика, для того, чтобы, например, размещать производственные мощности на месте там старых, разрушенных и прочее, прочее, для того, чтобы иметь возможность там поднимать экономику Украины и выходить на какие-то рынки не с сырьем, а хотя бы с какой-то продукцией переработки, пусть даже минимальной, не говоря уже там о высокотехнологичной. Вот это вопрос Донбасса, который можно решить вот таким вот образом. Ну, тогда у вас должно быть понимание, куда вы со всем этим счастьем. Ну, хорошо, внутренний рынок там, понятно, значит, на внутреннем рынке возвращаемся в сельское хозяйство, вам нужно строить заводики по переработке, металл нужен будет? Нужен. То есть, стройматериалы нужны будут, техника для обработки нужна будет, там, все вот эти вот конвейеры и прочие вещи, вот вам под внутренний спрос, ну, а там потихонечку начнете и выходите на внешние рынки, но для этого вы должны получить, так сказать, высочайшее соизволение, к сожалению, вернуть субъектность. Для Украины самая большая проблема на сегодняшний день возврат субъектности, то есть прекратить быть тараном, потому что то, мы стучали в ворота Кремля, теперь мы как бы сшибаем заборы возле Белого дома. Таран называется Украина. Ну, вот, может, хватит, может, пора о себе подумать, как бы, ну, вот, так вижу. На этом вопросе мы заканчиваем интервью с Валентином Землянским, потому что хороший, действительно, повод подумать. Валентин, спасибо вам огромное. Спасибо, что были у нас в гостях. А вы оставайтесь, мы продолжаем.